В эфире Вести недели. С вами в студии Андрей Юлиан. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Как президент Исландии общается с гражданами? Какой космический рекорд установит Китайская Народная Республика? Сколько лет самому древнему храму в мире? Об этом узнаете в нашем выпуске новостей. Оставайтесь с нами. Гудни Яханнесон вступил в должность президента Исландии и уже успел обзавестись президентской страницей в Фейсбук, пообещав своим подписчикам по мере сил лично отвечать на их вопросы. Президент полагает, что для политика социальной сети хороший способ глубже понять своих соотечественников, узнать, чем они живут и что их волнует. Возможность прямого диалога с властями страны он, в свою очередь, считает важной составляющей демократии. Исландия является парламентской республикой, и президент выполняет преимущественно церемониальные обязанности. При этом в истории республики глава государства уже неоднократно становился своего рода моральным компасом для жителей страны. Китай запустил пилотируемый космический корабль. Он должен будет состыковаться со специальной лабораторией, которая была запущена 15 сентября. На борту корабля находятся два ТК-нафта, они пробудут на орбите 33 дня и установят новый рекорд продолжительности пребывания на орбите в истории китайской космонавтики. В апреле будущего года первый китайский грузовой корабль должен доставить на станцию топливо и продукты питания. Перуанский храм возрастом в 5000 лет возможно хранить секреты возникновения организованной религии. Его сложная архитектура свидетельствует о высоком развитии науки и религии в то древнее время, сообщает сайт World Religion News. Археологи недавно обнаружили древний храмовый комплекс в Ванском высокогорье Перу. Найденный комплекс сооружений даже трудно назвать зданием, поскольку это целый лабиринт подземных галерей, залов и туннелей, построенных чрезвычайным искусством людьми, обладающими высокими научными познаниями и техническими достижениями. Чем больше ученые изучают храмовый комплекс, тем больше он поражает мастерски использованием звуковых и световых эффектов, законов гидравлики, зеркал и множества иных удивительных приспособлений, само существование которых в то время является просто феноменальным открытием. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на канале YouTube, а также в популярных социальных сетях. У микрофона был Андрей Юлиан. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...